Привет, друзья! Я продолжаю обзор чемпионских битв, и сегодня на очереди поединок чемпиона мира по версии Фида Руслана Пономарёва и 14-го чемпиона мира по классической версии Владимира Крамника. Итак, в Айконзе 2003 год Руслан Пономарёв играет белыми и отправляет в путь ферзевую пешку. Крамник развивает коня, на доске разыгрывается защита Немцовича. Черный связывает коня и таким образом оказывает давление на центр, не позволяя белой пешке занять клетку Е4. Так что Руслан ограничивается скромным ходом Е3, открывая диагональ слону. Это вариант Рубинштейна. Крамник делает 2-0. Белый защищается от возможной порчи пешечной структуры на ферзевом фланге. В ответ на это Черный устанавливает пехотинца в центр доски и ЗД нечистый. Белый оттесняет слона и далее меняется на поле Д5. В этом варианте Черный не строит каких-то наполеоновских планов. Они хотят разменами фигур уравнять чуть худшую позицию. Пономарёв переводит слона на поле Д2 для того, чтобы в случае размина брать именно слоном, а также приоткрывает линию Ц для ладьи. Владимир тащит лошадь в центр доски. Пономарёв выводит слона на большую диагональ. Черный также решает проблему с развитием своего мамонтёнка. И Белый меняется на Д5. В результате Черный получает хоть и крепкую, но довольно пассивную позицию. Пономарёв готовит рокировку. Крамник защищает пешку на поле Д5. И после эвакуации короля централизует коня. Тем временем Белый переводит ладью на полуоткрытую линию, прицеливаясь к отсталой пешке Ц7. Черный завершает развитие лёгких фигур. Белый сдваивается, угрожая выигрышем пешки. И на оборонительной ладья Ц8 завершает централизацию. Владимир Борисович активизирует своего хаботастого друга. Но Пономарёв играет слон Б4 для того, чтобы разменять тупого слона, ограниченного своими же пешками, на хорошего слона противника. То есть в случае размина на поле Б4 использовать сдвоенные пешки Белых довольно сложно. В то время как они получают две полуоткрытые линии и возможность атаковать пешку Ц7, а также пешку А7. С учетом этого в партии 14-й чемпион мира сам не меняется на поле Б4, а играет Ф6, соединяя между собой ладьи. Пономарёв наваливается на клетку Е4, черный меняется на Ц3 и укрепляет центр продвижением Ц6. Ну и вот Руслан меняет своего тупенького слона, фиксирует слабость на поле Ц6 и теперь уже у черных плохая фигура, в отличие от белопольного слона соперника. То есть черный обрекает себя на длительную и пассивную оборону, пехота Белых продвигается на ферзевом фланге, на ответный слон Ц8 Пономарёв играет А5. Бедный слон мечется по ферзевому флангу, как раненая утка в поисках какого-то пристанища. Белый перебрасывает ладью на линию А, черный защищает пешку на поле Ц6. Пономарёв сдваивается по линии Ц и на ответный ладья Е8 меняется на Б6, вскрывая линию для ладьи. И хотя мы уже выяснили, что слон черных является условно плохой фигурой, но Пономарёв тем не менее выменивает этого слона, поскольку он защищает слабую пешку на поле Ц6, а также поле вторжения белой ладьи. Итак, пара офицеров покидают поле сражения, направляясь в кабак. Владимир Борисович пошел в ладья Б8, ладья внедряется на шестую горизонталь. Крамник присматривается к клетке А3, Пономарёв делает профилактический ход король Ж1. Крамник делает вид, что создаёт форточку для короля, Руслан сдваивается по открытой олене и после хода ладья Ц8 захватывает пространство на королевском фланге. Черный активизирует ферзя, белый переводит ладью на седьмую горизонталь. Ну и в поисках активной контр-игры Крамник пошел Ж5, Руслан задвинул пешку на А5, не опасаясь её потери, так после хода ферзь Ф3 он играет ферзь Д3. Выясняется, что брать пешечку не очень-то и хорошо из-за выпада ферзь Ф5, угрожая продвижением Б5 добраться до пехотинца Д5. А на ферзь Ж6 можно просто поменять сильнейшие фигуры и за счет активности ладьи белый сохраняет преимущество веншпиля. Но у черных был гораздо более сильный ход, а именно ладья А8 предлагая размен тяжелых фигур. Так в случае данного обмена нельзя брать пешку на поле С6, поскольку черные шахуют по первой горизонтали. На отступление короля прилетает матец, приходится соответственно белым расставаться с сильнейшей фигурой. Так что придется в этом варианте умерить свой пыл и вместо взятия на поле С6 пойти Ф2. Но черные могут просто сыграть король Ж7. В случае взятия они получают великолепную компенсацию за пожертвованную пешку в виде активности своих фигур. В партии же Владимир Крамник начинает ошибаться. Вместо хода ладья А8 он пошел король А8. Ферзь внедряется на Б6, угрожая продвижение Б5, используя провисание ладьи С8. Король топчется на месте, белый играет Б5. И Крамнику нужно было защитить атакованную пешку на поле С6 ферзем и держаться из последних сил. Но в партии он допускает фатальную ошибку продвижения С5. Очевидно, черный король полагал, что главные сражения идут на ферзьевом фланге и ему ничего не угрожает. Но после размена на поле С5 получил смачного леща от белого ферзя и тут же поднял белый флаг. Дело в том, что используя горизонтальную связку, белый полностью разрушает королевский фланг. Так на отступление короля они забирают на А6, уходить на Е8 нельзя из-за мата, а на отступление на поле Ж8 белый забирает с шахом на Ж5, а дальше играет ладья А6 с решающей атакой на черного монарха. Так что, учитывая эти несложные варианты, на 38 ходу Владимир Крамник сдался. Ну а если вам понравилась данная партия, поддержите видео лайком, репостом и до следующих встреч.